Дорогие друзья, я покажу сегодня макияж мой повседневный. С помощью этой палетки я трансформирую повседневный макияж в праздничный. Итак, наносим под крем сыворотку Time Reversing от Ariflame для возраста 45+, и крем для век Века Бьюти, также от Ariflame. Затем я наношу BB крем, также от Ariflame, кистью для тональной основы от Reeve Gorge. Консилер Studio Art от Ariflame наношу пальчиком, аккуратно прихлопывая, распределяю вокруг глаз, затем сглаживаю разницу в тоне пудрой Studio Art от Ariflame. Но поскольку я делаю макияж до камеры, это важно. Затем я наношу румяна, шариковые румяна от Ariflame, ими я скульптурирую лицо. У них немного рыжеватый тон, есть такой блеск сияния. Но для контурирования моего лица, для моего тона кожи, он подходит вполне. Я также подчеркиваю нос, и остатком румян я прохожусь по впадинам в век. Ну, это у меня такой своеобразный ритуал. Затем в ход идет хайлайтер. Это солнечная Венеция от Жордани Гултари Флейми. Ею я прорисовываю скулы, выделяю подбровные зоны, переносицу, спинку носа, галочку губ, подбородок, уже остатком. Затем в ход идут тени. Пятицветная палетка Dior, которую я показывала в своем видео. И самым светлым тоном я выделяю внутренний угол глаза. Начинаю с этого, поскольку все остальные тона темнее, и они могут ложиться поверх, частично перекрывая его. Я выделяю более темным тоном, вторым тоном уголки, внешние уголки глаз. Затем приступаю к рисованию стрелки. Это айлайнер Тони Молли, гелевый, черный, очень хорошо держится. Рекомендую. Я о нем говорила неоднократно. Им очень удобно рисовать стрелки. даже новичкам, на мой взгляд. Стрелки рисую. Стрелки не будут соло в этом макияже, я ими просто подчеркиваю линию глаз. Продолжаю палетку баклажанного тона тени. Ими я прохожусь, дублирую эту стрелочку. Затем по самым темным тоном я подчеркиваю нижнее веко. Причем если это годится для обычного дневного макияжа, если вы планируете в дальнейшем делать цветной макияж, то не очень упирайте на этот темный цвет. Теперь темным цветом я выделяю внешние уголки глаз, верхнее веко. прорабатываю, рисую вот такие вот треугольнички в углах глаз. И техника нанесения это прихлопывание. Кисточка поэтому такая плоская. Это Giordani Gold, очень старая, ее хвалят очень многие визажисты. У меня она есть. Затем обычной действующей кисточкой для теней Арифлей я наношу тени баклажанного тона, как бы делая градиент, то есть чтобы переход от темных теней к светлым не был слишком резким. Просто вот по контуру прохожусь вот этой кисточкой. Затем вот такую кисточкой Бобби Браун, я ее называю лопатообразная, не знаю как она называется, консиллер по моему, браш написан на ней. Прорисовываю, в общем создаю, подчеркиваю контур этого треугольничка. И заодно выравниваю, поскольку у меня глаза асимметричные, выравниваю вот эту впадинку, с правой стороны делаю такую же, чтобы она была похожа на левую. тем самым сглаживая асимметрию. Теперь, самым светлым тоном я выделяю подбровную зону, вот эти яблочки, то что на английском языке называется Броу Бонз, вот эти Бонз я и выделяю. Так, также растушевываю контур, то что оставила предыдущая кисточка от Бобби Браун, слишком четкий контур. Нам это не нужно, мы его делаем естественным. Наша цель сделать эти впадинки естественными. И дальше мне показалось, что мне нужно нос еще выделить этими же матовыми коричневыми тенями. Теперь подчеркиваю брови. Модные ныне очень широкие в основании брови, очень широкие, такие разросшиеся, я делать не рискую, я просто подчеркиваю тот контур, который у меня уже намечен, кстати, татуажем. Поскольку весь макияж будет довольно ярким, поэтому брови нужно выделить, чтобы они не потерялись на фоне глаз. Брови у меня асимметричные. Теперь можно было бы закончить макияж тушью, но я прежде, я же перехожу к цветному макияжу, поэтому я показываю, в какой цвет можно трансформировать этот макияж. Но я все же выбираю вот эти тени от Just, потому что ветка мне удается ими пользоваться, воспользуюсь случаем, сделаю вот такой вот розовый, ярко-пурпурный матовый. И его я наношу на яблочко глаза, на подвижное веко, на самый центр. Опять же назовем это Eye Bones или Lit Bones. Просто таким прихлопывающими движениями накладываю эти тени. Тени от Just довольно яркие, неплохо держатся и никуда не сползают. В общем, они мне нравятся, они не осыпаются. Замечательные тени. Широкая гамма. Я подчеркну фиолетовый. Этот фиолетовый шиммерный тон, в данном случае он подчеркнет фиолетовость, пурпурность этой гаммы. Потому что, если оставить это дело так или продолжить этот макияж коричневым, то он так уйдет в коричневый. А нам надо фиолетовость вытянуть. Опять же, моей любимой кисточкой для бровей и контура глаз я оконтурю вот эту фиолетовое пятнышко. Я подчеркиваю его форму такого кошачьего глаза. Ну, прям буквально рисую этот контур. Сейчас на этом глазе будет более заметно. Замечательные тени. Замечательные тени. Так. так чтобы еще больше подчеркнуть фиолетовый цвет я нижний контур глаза подведу синим но вот из-за того что у меня там очень много коричневого темно коричневого синевы не очень видно поэтому вот имейте ввиду лучше бы эту синий этот коричневый цвет тогда стереть но предполагается что вы днем ходили с коричневыми тенями а вечером пошли на вечеринку она уже немного подстерлась и вы уже повторяйте этот контур с синим цветом ну и особенно камера не улавливает этого синего цвета в жизни то может быть и заметно вне камеры такая красота получается ну не знаю как насчет красоты так помаду возьмем вот такую очень редко мне приходится ею пользоваться но вначале я хочу сделать градиентный цвет помады поэтому я наношу свежий тон эта помада чувственный объем giardani gold благородная роза кажется называется тон но на экране вы видите как называется этот тон очень красивый цвет даже на мне его видно потому что помада этого цвета не прозрачная хороший тон дает так теперь мне нужен контур беру темный контур поскольку я собираюсь наносить темную помаду поэтому я не боюсь темного контура прорисовываю прямо по линии своего естественного контура губ вот так бы я выглядела с темным контуром теперь уголки губ рисую темной помадой так кажется он называется насыщенный сливовый studio art oriflame пальчиком разглаживаю растушевываю границу цвета чтобы один цвет плавно переходил в другой вот так вот было бы с градиентом но это тоже сейчас довольно таки модно а если полностью нанести насыщенный сливовый это будет выглядеть вот так но все-таки нижний розовый просвечивает на самом деле это помада намного темнее а вот так будет выглядеть насыщенный сливовый поверх благородной розы теперь давайте посмотрим примерю очень темный кровавый такой вампирский цвет помады его я буду создавать двумя тонами помады сначала рисую контур потом его наращиваю ну как бы внутрь губ заштриховываю часть губ от контура к центру теперь буду наносить помаду вот такого коричневого цвета это липмания шоколадный что называется не помню точно напишу сначала наношу шоколадный тщательно распределяю а затем поверх него насыщенный сливами а затем поверх него насыщенный сливами и вот что у нас получается контур губ нужно было сделать немного иначе ну на этом мы заканчиваем наш макияж вот что вышло то вышло всем отличного настроения с наступающим новым годом пока не забудьте посмотреть другие макияжи не забудьте поставить лайки подписываться на мой канал если вам понравилось пока пока